Майнкрафт, но я стал ювелирным миллиардером! Сегодня мне предстоит открыть свой бизнес по добыче драгоценных камней. Алмазы, золото, железо, абсолютно всё я буду добывать. Но также мне нужно будет находить различные гемы, которые я смогу пускать на создание новых, уникальных колец со своими способностями. Я даже смогу нанимать своих работников, которые будут работать на меня. Ну, или за меня. И моей главной задачей будет создать одно кольцо, что правит всеми. Но смогу ли я это сделать? Смотрите до конца, и вы всё узнаете. А, я не понял, а кто ты? Мне кажется, это мой клон. Окей, мы с вами уже готовы отправляться в шахту для того, чтобы добывать полезные ископаемые. Так, ты кто? Неважно. Нажимаем на кнопку старта, и на твой новый бизнес. У нас с вами есть таймер, мы здесь уже с вами находимся 10 секунд, и кто вы такие? Здесь вам можно что-то продать. Гем-коллектор, джевелер, ага, то есть это ювелир, который позволит нам сделать как раз-таки новые кольца. А гем-коллектор, это мы можем с вами просто гемы ему продавать. Кстати, эти самые гемы, то есть драгоценные камни, мы сможем как-то использовать для создания новых колец, у которых будут как раз-таки новые способности. Вот это, например, даёт экстра предметы при переплавке. Это просто второй уровень. Третий, четвёртый. А колец здесь как-то многовато. Третий, четвёртый. Окей, у нас с вами теперь есть задание. Это магазин, что? А, вот этот магазин, понял. Мы с вами можем прокачать наши кирки и получить даже радужную. Также мы можем с вами открывать новые шахты какие-то, ресетать, даже улучшение для печек. Ну, печек у меня пока что нету, но, скорее всего, мы с вами сможем их открыть в ближайшее время. Также у нас с вами справа есть счётчик, который показывает, что и чего мы с вами добыли, и в каком объёме. Уголь, булыжник, алмазы, изумруды, золото, железо, деньги. Вот это самое главное. А также мы можем вот здесь всё продавать. Нужно продать 1728 булыжника. Я вас услышал, я вас понял. И единственное, что пока что у нас с вами открыто, это добыча булыжника. И мы даже с вами цель какую-то выполнили. Добыть свой первый булыжник. И у нас с вами дальше есть задание. Получи свой первый геот. Тайми рабочего, заработай 250 тысяч, заработай 500 тысяч. Нифига себе. Вот здесь, конечно, задание у нас с вами. Геод инсайт. Тут нет никаких геодов. Походу, меня обманули. Но я так понял, с вами геоды могут нам выпадать. И выпадать могут они абсолютно с любой руды. С камня, золота, железа и так далее. Но это когда мы с вами уже их сможем открыть себе. И у нас с вами уже есть 7 булыжников. Мы можем сюда подойти и всё продать. И у нас с вами получается целых 7 денег. Ну, пока что эти 7 денег мы ни на что не можем потратить. Даже не можем купить себе какого-то майнера. Но это получается, нам с вами нужно добыть ещё 41 булыжник. И тогда мы с вами сможем уже купить нашего первого работника. Это, конечно, всё замечательно. Но можно когда побыстрее это всё... Булыжник появляется быстрее. Причём, смотрите, нам вообще с вами ничего дополнительного не упадает. Только булыжник. Никаких драгоценных камней. Ничего такого нету. Хотя, возможно, здесь какой-то мизерный шанс есть. Стоп. Выпал геод. И мы с вами как раз-таки выполнили новую цель. Добыть свой первый геод. И получить первое кольцо. Продать гем. Ага, я понял, что за достижение. Ё-моё, сколько у нас здесь с вами всего-то есть. Окей. Как мы можем с вами это всё дело открыть? А, просто нажимаем на ПК. А, драгонстоун гем. Окей, а если мы с вами захотим его прод... Дать. Сколько? Нифига себе, у нас с вами денег теперь. И мы даже можем с вами купить нашего первого работника. Ну-ка, попытайся что-нибудь добыть. А побыстрее? Ну да, как-то медленно. Так что давайте его немножечко ещё прокачаем. И он у нас с вами уже седьмого уровня. И нифига себе, он быстро, конечно, добывает. Давайте до десятого добьём. Окей. У нас с вами остается девять тысяч. У нас с вами восемнадцать блужника. Даже девятнадцать. Мы можем это всё дело продать. Всё, мы с вами продали. И мы можем сейчас с вами как-то себя улучшить. Например, мы можем с вами купить следующую кирку. Она стоит целую одну тысячу. Окей, мы её с вами взяли. Можем купить новые печки. Хотя, подождите, если мы можем с вами добывать каблстон, то мы, по идее, это можем переплавлять в обычный камень. Можно, конечно, попробовать. Но я, наверное, куплю сейчас улучшение нашей шах... Чего? Серьёзно? У нас появился какой-то контрактор, который... А, всё. Понял. Чё? Я не понял, что он сказал, но спасибо ему. Мы с вами улучшили нашу шахту, и теперь мы можем с вами добывать уголь. Пока добываем. И у нас с вами уголь перемещается. А этот булыжник мы можем ещё раз продать. А уголь сколько у нас с вами стоит? Один доллар. Как-то маловато. Зато камень стоит целых десять долларов. Вот это звучит даже как-то более заманчиво. Подождите, а я могу купить ещё себе? А, да. Работники у нас теперь работают. И у нас появился ещё один новый гиот. Вот, подождите. А если я его открываю, то у нас с вами получается топаз. Который стоит всего лишь пятьсот семьдесят долларов. Но мы можем с вами кольца покупать. Для этого нам нужно с вами определённое количество ресурсов. Например, лапис ладзули гем. А также руби гем. Тогда мы с вами получим ринков хейт левел one. Но у нас с вами этого ничего нету. И у нас с вами потихонечку все работники начинают что-то добывать. Кстати, ещё один гиот появился. А ну-ка. У нас с вами получается джейд гем. Но надо запомнить, что нам нужны с вами руби, а также лапис. То есть лазуритовый и рубиновый. Мы, кстати, можем с вами ещё одну шахту купить за полторы тысячи. Давайте её, наверное, возьмём. Контрактор опять что-то строит. Окей, это становится уже немножко страшно. Опа, спасибо. Открыл новый проход. И здесь уже у нас с вами будет добываться золото. И можем прямо сейчас купить тогда работника. А денег у нас, кстати, больше нету. И теперь у нас с вами добывается золото. А сколько у нас с вами золото стоит? Стоит 10 долларов. Но если мы его с вами переплавим, то оно будет стоить целых 20 долларов. И ещё 4 гиода. А ну-ка. Раз, два, три, четыре. Софир, Эмиральд, Джейд и Топаз. Так, Эмиральд 2100, нифига себе. Джейд это, ага. И Топаз столько. И у нас с вами получается 4486 денег. Довольно-таки многовато. И мне кажется, мы можем прямо сейчас тогда с вами улучшить печки. Ага. Всё, мы с вами ещё одну цель выполнили. И опять Констрактор что-то строит, что-то делает. Мне становится даже немножечко страшно. Всё, у нас с вами открыты печки теперь. Переплавка камня, переплавка золота, а также железа. И это стоит целых 2000, а 2000 у меня до сих пор нету. Буквально 14 не хватает, но ещё гемы появились. И давайте тогда прямо сейчас возьмём тогда переплавку камня. Переплавку булыжника. Так, и продадим уголёчек. Ещё уголёчек нам не нужен. А сколько нам, кстати, всего угла нужно продать? 1728, нифига себе, как много. Прокачаем немножечко наших работников. Вот этого ещё могу. Ну да, практически моментально. А я не понял, а печка вообще как-то переплавляет? Не переплавляет, вроде как вообще не появляется у меня больше камня. Булыжник только растёт, но это логично. Хотя вот Стоун, теперь 8 штучек есть. Ещё один гиот у нас. Это опал. А, опал прям вообще дешёвый. А какая здесь вообще самая дорогая руда? Это радужная, которая стоит целых 250 долларов. Вот это довольно-таки многовато. Окей. Давайте посмотрим, какие ещё здесь есть кольца. Например, есть кольца продажи. Повышает цену на руды, которые вы продаёте. Кольцо добыча. Она состоит из опала, а также рубина. Окей, значит нам нужен опал, который у меня есть, а также нужен рубин. Мне кажется, вот это, наверное, самое полезное пока что в самом начале для нас. Стоп, драгонстоун. Драгонстоун используется вообще для каждого последнего уровня. Окей, вот это тогда я понял. Мы, наверное, с вами тогда это не будем трогать. Пусть это у нас с вами копится, вот именно этот драгонстоун. А всё остальное мы можем с вами спокойно продавать. Оно нам вообще не потребуется. Ещё один опал выпал. Ну, отлично. Хотя бы один рубинчик, что ли, дали бы. Всё, рубин появился, рубин появился. Так, 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 где-где-где это было кольцо? Кольцо добычи. Забираем. И мы с вами получили целых три достижения. Чего? А, тут всё прямо написано, что мы с вами должны взять. И тут есть властелин колец. Самое, типа, дорогое кольцо. Я не могу понять, как это переводится. Ну, так или иначе, это, кажется, самое крутое. И окей. Нужно правильный слот сюда. И у нас с вами теперь кольцо, оно расположено в нужном месте. И тут даже написано, экипированное кольцо, Ring of Mining, level 1. А второе такое кольцо сколько будет стоить? Это значит, нам нужен эмиральд. Стоп, подождите, я же могу прямо сейчас это сделать. Стоять. Забираем. И следующее кольцо, это уже Драгонстоун нужен. Подождите, так я ещё раз могу это сделать? И фига себе, они по четыре добывают сразу. Да, добываются сразу по четыре, нифига себе. Блин, давайте, наверное, их тогда сейчас продадим, потому что пока что они мне не нужны. А пал я, наверное, оставлю, потому что он мне ещё пригодится. Пригодится, сафиры продаём, Джейд тоже продаём. Очень мало денег получаем за это. Но мы можем с вами купить новую жахту, и это уже будет железная. Открывай. Иии, ну, спасибо. Покупаем новую печку. И всё, давайте переплавляйте. А, кстати, мы можем уже с вами их тоже прокачивать. Давайте, например, золото прокачаем. И чё, изменилось? Ну, он второго уровня стал. У нас, кстати, с вами 48 железа сейчас. А сколько оно стоит? Целых 20. Но если мы с вами купим ещё и печку, будем продавать за целых 40. Окей, нам всё равно с вами нужно заполнять все эти вот счётчики. Поэтому будем тогда потихонечку заполнять. Дополнительную денюжку также будем ещё зарабатывать. Вообще замечательно. Ну, кстати, булыжника нам не так уж и много осталось. Мы практически, считайте, одну четвёртую уже добыли. О, зато мы можем кольцо продажи взять, а ну-ка. Можем ещё, получается, взять колесо работника. Окей, а прокачать его? Нет. Лазурит? Нет. Лазурит? Нет. Блин, немного не хватает для того, чтобы купить себе железную печку. Всё, хватает, хватает. За 4 тысячи покупаем новую печку. Бум, взяли. И теперь у нас с вами все печки куплены. Геоды, погнали, опенкейсы. Эм, не повезло. А где сознание, я не понял. Своровали. Спустя иное количество времени у меня появилось очень много геодов. Поэтому давайте-ка мы их прямо сейчас с вами забираем. И открываем абсолютно все. Я не знаю, что нам сейчас выпадет, но я, кажется, вижу то, что нам выпал уже алмазы целых два раза. Так, берём ещё геоды. Эм... Окей. Я не знаю, зачем мы его с вами надели, но мы с вами его надели. Так, открываем ещё. Наконец-то нам выпал лазурит. И мы с вами, наконец-то, можем хоть что-то себе нормальное взять. Ring of Head берём. Можем прокачать дальше. Можем. И прокачиваем дальше тогда. И даже это можем взять. Отлично. Всё. Испытание завершено. Какое-то испытание мы реально с вами завершили. У нас с вами появилось очень большое количество других гемов, которые мы с вами прямо сейчас можем продать. Продаем всё, что у нас с вами есть. И сколько мы с вами сейчас заработали? 18 с половиной тысяч. И самое интересное, что мы можем с вами ещё немножечко продать всего. И у нас с вами по итогу сколько всего получается? 32 тысячи. Мы можем с вами тогда ещё одну шахту взять. Берём алмазную. И нам, в принципе, ещё хватает ещё и на следующую. Давай, взрывай! Делай новый проход! Спасибо тебе! Так, покупаем здесь работника. Покупаем здесь. И... Всё. Нам ни на что больше с вами не хватает. Зато ещё геодов побольше появилось. Это вообще замечательно. Так, берём. Открываем всё. Ни одного оникса нету. Серьёзно? А, давайте золото, наверное, прокачаем, чтобы он побыстрее добывал всё-таки. И прокачаем железо ещё один разочек. А сейчас тогда продаём весь булыжник. Нам осталось всего лишь 500 с вами получить. И мы с вами тогда завершим эту шахту. Печки, конечно, прокачать. Но, честно, пока что не очень охота. Так, подождите. Алмазы по сколько? По 50 продаются. А эмеральдов у нас с вами 20 штучек. И продаются они по 100. Значит, 2000 получили. Отлично! Алмаз вообще очень долго появляется. И добывает он его примерно... Сколько секунд? 6, 7... 7 секунд! Нифига себе! Мы, кстати, с вами не начали прокачивать только одно кольцо. Это синее. Это какое у нас с вами? Сафир и алмаз... Почему я продал сафир и алмаз тогда? Олень, надо было не продавать их. Ага, и по итогу мне выпал опал. Спасибо. Мне что, теперь опять стоять и ждать? Когда же накопятся всё-таки геоды? Ладно, они реально начали намного быстрее появляться. Эх, ладно. Придётся ждать. Окей, у меня появился всё-таки сафир, а также алмазик. Так, где? Где-где-где-где это кольцо? Берём. Всё. Новая цель у нас с вами достигнута. Дальше мы можем с вами его ещё прокачать. Так, а по сути вообще сколько у нас с вами колец всего здесь есть? 4-6 колец. Мы с вами все кольца открыли. Теперь остаётся только их прокачивать. Так, открыли полностью. Опа. 17... Чего? Ааа, вообще, что-то вообще максимально непонятно. Так, это мы с вами 17 долларов. Что за фигня, что мы с вами получаем и для чего это нам вообще? Так, геоды, либо вы мне сейчас даёте что-то нормальное, либо я на вас обижаюсь. Вы поняли меня? Я надеюсь, поняли. О, оникс! Так, вот это отлично. Всё, мы с вами снимаем наше кольцо, отправляемся к ювелиру. Добавляем сюда это кольцо, кольцо добычи и всё, у нас с вами завершено испытание. И теперь, поскольку мы с вами получаем по 5, мы теперь с вами получаем по 5. А вообще, отлично теперь. Получается, осталось синенькое. А что для синенького нам надо? Нам нужен также оникс. Ну-ка, а с губками? Губки, 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 губки. Что у нас с вами? А, нам не хватает только драгонстоуна. То есть, нам нужно 2 оникса сейчас с вами и 1 драгонстоун. И тогда мы с вами полностью завершим ветку с кольцами. Последнее, всё, 25 тысяч у нас с вами есть и открываем последнюю шахту. Всё, мы с вами завершили испытание со всеми шахтами. Мы с вами сейчас акцентировали внимание только на кольцах, но кольца это не самое важное. Так, например, нам нужно с вами 250 тысяч долларов иметь на балансе. Прокачать кирку. Так, покупаем эту кирку, покупаем эту кирку. И у нас с вами дальше что-то есть. Да, нужно взять алмазную. А, алмазную нам хватит? Нет, не хватает. И радужность стоит целых 5 тысяч, нифига себе. Очень много геодов, забираем их прямо сейчас. Отлично, у нас с вами весь инвентарь забитый, поэтому погнали тогда их все открывать. И у нас с вами драгонстоун появился, а уже отлично. Даже целых 2 драгонстоуна. Так, это мы с вами всё откладываем. Ещё геоды забираем. Ни одного у нихса нету, но зато драгонстоуна целых 3. Вообще нету. Окей, но так или иначе мы с вами можем теперь немножечко наши кольца теперь проулучшить. Нам получается вот эти осталось. Драгонстоун добавляем. Можем прокачать, отлично. Это всё мы с вами продаём. И у нас с вами получается сколько всего? 61 тысяча, нифига себе. Так, мы получается с вами можем взять вот эту кирку, эту кирку. Всё, у нас с вами испытания завершены. Заполнить полностью радужной рудой майнкарт. Ага, нифига себе. Лучше всех работников до 50 уровня. Да как я вообще это сделаю-то? Вот здесь буквально по одному улучшению осталось. Вот буквально по одному улучшению. Так, давайте эту кирку, наверное, с вами проверим. Она у нас с вами радужная. И нифига себе, она медленно добывает. Зато вы видели сколько? Хорошо, очень много добывает. Вообще замечательно. Ну, практически золото, кстати, с вами заполнили. А тут не заполнили. Железо тоже не заполнили. Ещё примерно столько же нужно. Во, алмаз зато очень много дали. Эмиральды тоже очень много дали. И радужный. Ё-моё, 82 тысячи. Нифига себе. Я бы, наверное, всё-таки прокачал бы нашего радужного работника как-нибудь вот так вот. И давайте, наверное, булочникового всё-таки добьём, не знаю, до 30-го. А, нет, до 30-го уровня у нас с вами не получится. На 24-м всего лишь он у нас с вами находится. Так, и давайте, наверное, тогда вот так вот сделаем прокачку. Здесь сделаем прокачку. И всё, больше не хватает. У меня появился оникс. Так, это надо, это надо. Значит, получается, закинуем сюда, сюда. Ух, 4-го уровня. Отлично. Нам всего лишь два кольца осталось прокачать. Пожалуйста, пусть мне сейчас оникс будет попадаться абсолютно... Ещё один оникс, нифига. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Сюда. Сюда. Ещё одно. Так, давай-ка ещё раз, ещё раз оникс. Ещё раз оникс и... Ну, естественно, на что я его ещё рассчитывал. Да, одно кольцо осталось. Ну, теперь у нас реально с вами добыча как-то пошла прям максимально-максимально быстро. Нифига себе геодов. Так, 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 геоды забираем. Ну, давай, один оникс остался. Один всего лишь оникс. Когда мне не везёт, мне реально вообще не везёт. Почему мне вообще не выпадают они? Ладно, сейчас тогда всё продадим и сможем до 40-го его качнуть сразу. Но, блин, до 50-го уровня качать абсолютно всех, ну, мне кажется, это просто нереально. Опа, всё, последнее, 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 последнее. Ну-ка. Бум! Всё, отлично. И мы с вами получили кольцо! Кольцо, которое содержит абсолютно все бонусы остальных колец. Так, подождите, то есть мы можем с вами вот это вот всё снять, надеть это сюда и... Ё-моё! Подождите, мне сейчас хочется узнать, насколько всё теперь стало выгодным. Так, например, вот мы с вами хотим продать вот этот Jade Game, который стоит 471, буквально одну штучку. А мне кажется, или мы реально с вами стали получать намного-намного больше? И какие же бонусы нам ещё доступны из-за того, что у нас с вами все кольца есть? Вот, например, покупаем это, и мы с вами получили кэшбэк 584 доллара. А почему я эти кольца не использовал? Мы же реально теперь с вами зарабатываем очень-очень много. И переплавка теперь намного быстрее идёт. А, вот, смотрите, и теперь у нас с вами ещё есть экстра-бонус, вот, типа, в виде 4 долларов. Да, конечно, это не так уж и много, как хотелось бы, но так или иначе, всё равно приятно. Нет, я реально тупанул из-за того, что я реально не использовал эти кольца. Почему я не использовал, я не знаю. Слушайте, ну, по сути, я завершил одну ветку достижений уже, но теперь нам нужно с вами 250 тысяч долларов на балансе. Заполнить полностью радужный майнкарт, 500 тысяч долларов, и прокачать всех до 50. Ну, мне кажется, вот с этим я уже сегодня точно не справлюсь. Хотя, возможно, если я прямо сейчас тогда отойду на какое-то время, может быть, у нас с вами и получится даже. Например, на тот же самый час. Эээ, почему бы и нет? А, вот, смотрите, я держу вот так колечко, типа, на пальчике. Хе, замечательно. Мы, кстати, с вами даже за печки получаем кэшбэк. Так, 5 уровней, а 4 осталось. Но, мне кажется, я очень туплю то, что я не качаю именно радужного, потому что радужный приносит самое большое количество денег. И при этом стоит не так уж и дорого, 14 тысяч всего лишь. Но добывает он прям очень-очень медленно. 1658 радуги. У меня прямо сейчас на счёте 238. Мне кажется, мы с вами выполним сейчас ещё одну задачу. Мы выполнили. И получили с вами всего лишь 4320 долларов плюс 1080 бонус. Как-то маловато, если честно. Но у меня на счёте сейчас 313 тысяч. И мне кажется, я все остальные задания просто не смогу выполнить. У меня, по сути, осталось-то только два задания. Это набрать 1 миллиард долларов. А также проапгрейдить всех работников до 50 уровня. Здесь имеется в виду не только наших майнеров, так ещё и печки все прокачать. И как вы поняли, это что-то связано с невозможным. Но зато у меня теперь добыча как-то пошла намного быстрее. И это меня радует. Переплавка тоже замечательно идёт. Так что вообще замечательно. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И, конечно же, жмякайте на колокольчик. И не забудьте друзьям рассказать. Ну а с вами был Акккей. Всем ещё раз спасибо за просмотр и всем покедова.